у нас сегодня старушка sorento d4 cb 2 и 5 турбодизель 174 лошадки пришла она к нам жалобами то что плавают обороты подбрасывает обороты не тянет дымит кто-то там еще было а горит abs и короче салон идут газы какие-то запах и т.д. это видео сейчас именно для каждого из вас кто приедет на диагностику допустим ко мне или вообще в наш тех-центр я не знаю как другие но я не могу сделать нормальную качественную диагностику вот в таком состоянии которым сейчас я вам покажу параметры какие-то занижены завышены и все это вдвое втрое то есть непонятно что происходит то есть и в таких случаях в таких случаях то есть делается перечень работы список предварительных то есть обязательных которых необходимо исправить для того чтобы сделать диагностику ну хотя бы какую-то чтобы как то то есть ну потому что вот сейчас это невозможно сделать а невозможно это сделать по той причине что вот у нас идут жалобы что в салон идут газы дым вот видите здесь все в саже есть такая болячка у них там снизу лопается трубка клапана игр вот она у нас прям дырка персонал лопнула оттуда вырываются выхлопные газы все они попадают салон также идет нехороший звук из-под капота и помимо этого клапан игр все это видит датчик расходу это видит и все наши показатели превращается непонятно что здесь счет кроме этого есть нюансы такие как сломан диффузор не значит отвалилась бачок тоже на стяжке но это как бы не проблема вот этот ремень приводной он снова стоит неправильно кто его так ставит я не не понимаю то есть вот это дремень он должен стоять наоборот большей части я все всегда у всех переставляю не знаю кто это так будем переставлять вот с той стороны у нас лопнул верхний патрубок интеркулера по остальным патрубкам я прошелся все хорошо вот она прям вот сюда пальцем показываю вот если его снимем здесь выброс идет вот здесь расход воздуха по идее должен быть завышен но он не завышен он занижен потому что датчик масса расхода воздуха видимо забит на глушняк либо все-таки ему способствует не работающий клапан игр игр либо датчику пришел конец то есть вот теперь в процессе всех этих заглушек моек чисток будем выяснять вообще что здесь и как это перестает работать воздушный фильтр здесь вообще так в ощущении что не менялся никогда то есть он просто в ужасном состоянии датчик масса расхода воздуха то есть я не знаю как все вот назвать то есть вот сейчас все бы вычищать воздушный фильтр тоже обязательно то есть на предварительной диагностике будет меняться также есть жалобы что машина утром очень очень плохо заводится хотя морозов не было сразу первое что есть посмотрел на шину свечей накала и видно что она замкнута в двух местах здесь вот на тепловой щит и вот здесь чуть подальше на головку блока цилиндра как только мы это видим сразу же мы обращаемся если у нас киев соренто был то силовой предохранитель свечей накала находится вот здесь вот в этом блоке bsm то есть под капотом маленьком и вот он крайний предохранитель на был был на 60 ампер сгоревший поэтому сейчас снимем шину все там выровняем проверим свечи накала работают они не работают что там как будут если будут сгоревшие то откручиваются ли они сейчас то есть исправляем косяки а после этого уже греем машину смотрим и потом выскочат какие-то скорее всего еще моменты то есть это может быть и регулятор и датчик массы расхода воздуха заводишь турбина свистит это говорит о неправильной и работе надо будет глянуть натяжку актуатора то есть нижний порог давления верхний ну про верхней говорить пока вообще нечем потому что дырка здесь дырка там сейчас вытащим полностью клапан игр вместе трубкой отфилим фланцы заварим прикрутим там прикрутим здесь патрубок заменим свечи сейчас шину снимем то есть все проверим шина вся вот такая там к собака кстати с пламя гасящими шайбами я посмотрел нагара здесь нет там нет карты сырных газов то есть дыма особо не чувствую но это немножко неправильно потому что для того чтобы увидеть дымов машину нужно нагреть до рабочей температуры начнем с того что сразу перекинем ремень на место поставим так как у нас здесь стоит виска муфта то есть вентилятор то можно быть на сто процентов уверен что при резком ускорении она буксует ремень и просто нет сцепления с ним здесь конечно бачок не на месте на своем очень я сказал бы неудобно так вот все все ремешочек с него ну бачок конечно вообще просто не очень неудобно сейчас туда еще не еще неудобнее будет засунуть руку потому что расширительный бачок не дает вот здесь роликов в одной верхней мы снимаем с него и подводим под ролик ремешочек рукой постоянно напряжение поддерживаю вот теперь все нам осталось его одеть то есть его постоянно путают с верхней частью не знаю почему что двигать людьми там на вискомуфте вырвали резьбу и воткнули два болта прям огромный сквозных ремни есть от 145 сил и от 170 они немножко короче длине но все ремень да ремешочек на месте теперь помпа у нас буксовать не будет начнем здесь от сразу все разбирать надо бы снять полностью вытащить корпус сразу моем чистим дмрв клапан управления то есть сейчас снимем клапан вентиляции разберем здесь снимем шину прозвоним свечи накала что там мишка несет так вот у нас патрубок верхней правой уже уже что-то результат так вот если вы довели свою машину до подобного состояния то могу вас заверить легким испугом вы не отделаетесь потому что здесь такое ощущение что долго и упорно не те руки пытались и уничтожить вот на воздушном на корпусе воздушного фильтра вот так вот вот одна гайка всего к сожалению потом же опять же вот это на дизеле так как мотор дизель считается вибрационным то есть он повышенной вибрации все вот эти даже мелкие не закрученные гайки создают ощущение что двигатель работает неправильно неровно поэтому старайтесь все это здесь чтобы все было прикручено затянуто вот открутил одну гайку один болт разобралась все как всегда половина не хватает ну я не успеваю болты собирать сети также посмотрим в турбинке радиальный осевой люфт вот это все надо надо мыть так смотрите господа неважно какой у вас здесь неважно вот я снял здесь да и вот здесь вот есть масляный налет многие из вас приезжают и пытаются меня убедить в том что у них там масло что это все плохо это у всех масло оно должно быть там это масло это масляный налет это нормально то есть вот он отсюда забрасывает даже здесь учитывая что здесь стоит вот вот он допустим ваш тот же сепаратор это клапан вентиляции с сиренто тбл бывает с клапаном вентиляции без и вот он здесь есть и все равно он подкидывать все равно он подкидывает то есть но на вопрос у каждого из вас если у вас расход масла замены до замены вы отвечаете что нет у вас расхода масла нет вывод значит у вас все порядке то есть все же просто и логично вот он патрубок интеркулера вот прям вот здесь вот он выброс прорвала его всего нет вообще хорошо радиальных допуске турбокомпрессор у нас оригинальный натяжка актуатора хороша вот винтик здесь конечно будет подтянуть здесь просто все загажено патрубок выкидывал выброс был потому что клапан управления наверно забил то клапан управления то в принципе отсюда внизу выглядит неплохо отсюда вот выглядел плохо с другой стороны неплохо так что мы видим ну есть грязь но и я не скажу я видел хуже намного хуже это не самый такой конец я бы так сказал помимо того что вы допустим проверили радиальный осевой люфт еще необходимо посмотреть а возможно что на одной из лопаток не хватает то есть есть скол есть загиб есть скол или отсутствует лопатка то это тоже будет создавать некий свист перед тем как мы допустим меняем актуатор на турбине или регулируем турбину всегда убеждаемся в том что зазоры то есть это силой люфт радиальный и на крыльчатке впускной нету школы загибов сколов ничего многие спрашивают ну допустим приезжают на диагностику и здесь при ремонте уже бывают вопросы что как так вы скидываете болты в одну кучу ну все здесь вообще элементарно и просто потому что я уже неоднократно говорил там каких-то видео вы можете разобрать полностью эту машину высыпать в одну емкость и я буду точно знать какой был откуда и вот теперь смотрим на эту великолепное устройство смотрите шина свечей накала вон там она уперлась то есть теплоэкран мало того что там контакта вообще нет то есть здесь тоже все вот и вот здесь тоже она замкнула и тут тоже все болтается сожалению вот так это не работает то есть я его выровню поставлю сделаю как положено и она будет работать дальше к чему все это веду то есть ваше отношение ваше отношение к машине она же и бьет по вашему карману то есть вот если человек запустил машину подобным образом то он будет расплачиваться за это а на примере мне есть вот машинка сегодня тут ки сол человек привез с собой прокладку клапанной крышки меняли меняем здесь ремень ролики сейчас мы ждем один ролик у него одного не хватало все он тут моет все он чистит вплоть до того что он попросил меня сегодня он говорит я заказал болты новые болты на клапан игр и новый на теплоэкран вот я устанавливал новые болты то есть оригинальный он купил на теплоэкран потому что они просто плохо выглядят то есть вот это отношение то есть машине то есть все полный комплект всего сменили сделали а вот это то что мы сняли соранто это конечно безобразие рабочие 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 я И вот здесь был выброс, то есть хомут эту часть пережимал, а дальше у нас была дырка. Патрубок идет без хомутов, поэтому хомуты будем использовать старые. Старые на новый патрубок держать будут. Опять же, если мы выставим нормальное давление турбины, то все будет прекрасно. Здесь я уже по шине свечей накала, все, свечи у нас целые. Шину всю выровнял, поставил, все, все контакты. Для снятия трубки клапана EGR надо будет открутить вон там две гаечки сзади. Вон они там, в конце. То есть их выкрутим и вытащим всю эту конструкцию на ту сторону. Вот так мне пришлось запачкаться, чтобы добраться до нужной мне детали. Вот он, клапан EGR. Вот такая штучка. Вот она проблема. Сейчас я откручу, здесь спилю, заварю этот фланец. И этот фланец тоже спилю и заварю. И поставим уже обратно. Ну вот мы и тратили 3-3,5 часа на устранение первых вот этих неполадок, которые прям визуально бросились нам в глаза и очень сильно мешали сделать правильную диагностику. Вот. Машину сейчас нагрел, и теперь я могу с полностью уверенностью сказать, что здесь не так. То есть прогрели, то есть по параметрам посмотрели, отрегулировали турбокомпрессор, да, он передувал. Кстати, по воздуху практически все хорошо. По турбинке, по надуву, по клапану управления. Немного отстает датчик массорасхода воздуха у нас. Вот это вот характерное булбонение в корпусе воздушного фильтра. Вот. Говорит о том, что два потока воздуха сталкиваются друг с другом. То есть обратное давление сталкивается с опускным в коллекторе и попадает в воздушный фильтр. То есть это не очень хорошо для турбокомпрессора, для датчика массы расхода воздуха. Ну и вообще, в целом, то есть это не очень-очень хорошо. Вот, отчетливо слышно повышенный шум двигателя. То есть это как гидрокомпенсаторы, так и жесткая работа топливных форсунок. По форсуночкам я проверил, они все оригинальные. Все коды у них прописаны в блоке управления. То есть они не снимались, не делались. Поэтому грешить будем на регулятор его, мойку, чистку. То есть, опять же, у нас два варианта. Причиной является как забитый датчик, так и неисправный датчик. Вот у нас получается по давлению надува здесь норма. Давление норма, то есть датчик давления тоже в порядке. Вот здесь массовый расход воздуха. У нас должен быть минимум 58. Вот он вроде подскакивает, 58. Но прогрета она не полностью еще. Там где-то 55 градусов, что ли, вот, 58. А правильная диагностика делается от 65 и выше. Вот. И регулятор. Вот он у нас, смотрите, насос, который дает дозирующий клапан. И вот он у нас регулятор. 12, 14, 10. Это мало. То есть это плохо. То есть он зажатый. Здесь должно быть от 16 до 20. То есть в идеале это 18%, 19. Ну, примерно вот таких диапазонов. У машины пробег 194 тысячи. Конечно, может быть это и правда, но ухаживали и следили за ней очень плохо. Поэтому, то есть чем больше вы будете следить, своевременно и качественно обслуживать свое авто, тем меньше вы заплатите завтра. Ну все, всем до новых встреч. Это был KS Sorento. Всем пока.